Меня интересует больше, как будут выглядеть у нас спортивные площадки в городе Заволжи, которые мы освещали, которые находятся в плачевном состоянии. Стадион разыграли тендер, по 44 ФСЗ выиграли. Армяне строят ремонт. Через месяц уже будет готово футбольное поле. А вот все, что нас ждет на спортивных площадках, про них пока ни слова не говорят. Спортивные площадки находятся в страшном состоянии, это прямо рядом со стадионом. Один корт они обещают сделать, генподрядчик сейчас сказал, что один корт я отремонтирую, площадку на теннисном корте, и все. А кто будет вторую площадку делать, и баскетбольную, про это ни слова. Спросил у Михаила Варламова, как обстоят дела, он сказал, что готовится документация на ремонт других площадок, но когда они будут сделаны, сроки этих площадок никто не говорит. Сколько денег будет выделяться, и кто будет выделять, про это никто не говорит. К сожалению, ни партия Един России не говорит, ни чиновники не говорят. Сроки сдачи, сроки эксплуатации, сроки ремонта, ни хрена, ничего никто не говорит. Стадион сейчас делают, трибуны сейчас делают, а про спортивные площадки забыли. Я, кстати, Александр Юрьевич Мудров говорил, Александр Юрьевич, надо делать все в комплексе, в городе Заложье. Пока денег нет, пока разыграли тендер на стадион, сейчас вот доделаю, да, здесь Зилов, но я думаю, что 10 миллионов рублей можно привести в хорошем состоянии все, все, все площадки. Но про них ни слова. Хотя, хотя по большому счету здесь Зилов, 2-3 миллиона рублей и постелить новое покрытие. Про это никто не говорит. Очень обидно, что не все в комплексе делается, а все в разнобой. Сначала стадион, потом, может, лет через пять сделают вот еще. Эти через пять лет мы увидим, когда будет баллотироваться опять на выборах, может, другое что-то разыграет. Смешно, конечно. Надо все делать в комплексе сразу, чтобы люди приходили на следующее лето и играли в теннис и баскетбол. Всего доброго, друзья. Осветил ситуацию по нашему гравитическому району, где есть мировой результат. Три олимпийских чемпионов, семь чемпионов мира, три чемпионки Европы. Кстати, последний мировой результат дали все островеренно, вы видели все сами на олимпиаде. Осветился через социальные сети, где они занимались, где они начинали заниматься и что сейчас делается в этом городе и в районе. Всего доброго, друзья. С уважением, заслуженный мастер спорта Гогольф Андрей.